Сегодня я начинаю обзор на удобном диванчике, рядом с большим экраном и с джойстиком в руках не просто так, а потому что сегодня я не буду вам рассказывать о новых девайсах, сегодня я вам расскажу о крутых играх, которые, если вы пропустили, точно стоит пройти. Речь пойдет об играх с режимом сплитскрин, то есть тех, в которые можно поиграть вдвоем с лучшим другом или подругой, просто вооружившись вторым джойстиком. Ни вторая консоль, ни второй телевизор вам для этого не понадобится. Экран запросто делится на две части по вертикали или горизонтали, и каждый может видеть то, что ему важно. Да, кстати, для подборки я выбрала игры моего любимого жанра. Гонки. На машинах, мотоциклах и даже с одновременной игрой в футбол. Хотите? Тогда скорее подписывайтесь на наш канал и поехали! Начнем мы нашу подборку с самой свежей части Forza Motorsport. Серия, которая по праву считается одной из самых зрелищных и динамичных гонок, доступных в режиме сплитскрин. Седьмая часть Forza Motorsport позволяет погонять в режиме 60 FPS 4K на самых крутых тачках, а их тут больше 700 моделей, по 30 различных трассам, разбросанных по всему миру и дополненными непохожими друг на друга препятствиями и поворотами. Разработчики использовали в свежей части игры все наработки прошлых частей, дополнив свежими фишками, такими как динамическая погода и настраиваемые драйватары. Кстати, если вам очень понравилась эта игра, не забудьте обратить внимание и на две ее прошлые части, а заодно и на Forza Horizon 4. Тут почти все те же фишки, так что для разнообразия самое то. WRC 7 тем-то похожа на серию игры Forza, ее разработчики также сделали ставку на визуальную составляющую. И я даже затрудняюсь сказать, у кого из них получилось лучше. В общем, для меня эти игры примерно равны и люблю их в равной степени. Эта игра по праву считается одной из самых красивых. И если вы умеете рассматривать окружающие красоты на огромной скорости, вы получите настоящее удовольствие. При этом и физика, и управление тут проработаны ничуть не хуже. Так что эту игру мы рекомендуем еще и фанатам полного реализма, даже в большей степени, чем Forza Motorsport. Третья выбранная нами игра прямо-таки подарок для нашего Артема и всех прочих фанатов футбола. В Rocket League можно поиграть в него прямо не покидая своего автомобиля. Заодно разработчики добавили сюда элементы файтинга и битвы на арене. В общем, скучно точно не будет. Каждый игрок в Rocket League получает, а если точнее, то выбирает себе боевой автомобиль немалых размеров, с помощью которого ему нужно будет забить ворота противника ничуть не меньших размеров мяч. Чтобы сделать это, вам придется сражаться с другими игроками. И, конечно же, это вдвойне интересно делать в компании с лучшим другом в режиме сплитскрин. Если вы заятый геймер, а лучший олдскульщик, вы просто не можете не знать Трекманию. Самая крутая аркадная игра всех времен и народов, и она также оказалась в нашей подборке. Правда, ее свежая версия Трекмания Турбо. Чем так хороша Трекмания? Ну, во-первых, тем, что это одна из немногих аркадных конок со сплитскрином вообще. Во-вторых, тем, как качественно она сделана. И, в-третьих, что, наверное, важнее всего, в ней можно самостоятельно, собственными руками создавать Трассы с правилами и условиями. В общем, игра просто не исчерпывает себя, и можно делать небольшие заподлянки друг к другу. Кроме того, тут есть сюжетный режим с двумя сотнями детально проработанными создателями игры Треками. Так что, если вы захотите пройти гонку в режиме сплитскрин на равных, не давая ни одному из вас преимуществ в знании Трассы, вы тоже сможете это сделать. Не забыли мы, что гонки — это не только про автомобили, но еще и про мотоциклы. Так что последнее место в нашей крутой подборке мы решили отдать крутым байкам в лице MotoGP 17. MotoGP 17 — самая крутая игра и самая реалистичная игра под Xbox, в которой вы сможете погонять на супербайках. Хороша она со всех сторон и визуально, и с точки зрения физики, и по выбору транспортных средств, и с точки зрения мультиплеера. Достойных аналогов у меня не так уж и много, так что проходить мимо очень не рекомендуем.